Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем наши невероятные приключения в зомби-сериале 7 Days to Die. В прошлой серии мы сделали все приборы и пережили уже третью кровавую луну, и сегодня нам предстоит отправиться к новому торговцу на юг, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, ну а мы продолжаем. Итак, давайте посмотрим. Я думаю, что нам нужно будет сначала выложиться и к 6 часам 05 минутам у торговки взять новые координаты, у торговки джен. Поэтому давайте выложимся, все, что нам не пригодится. Эту книжку мы продадим, ремкомплект нам тоже нужно будет. Смотрите, у нас есть ключ-трещотка и гаечный ключ. Мне кажется, это одно и то же, только ключ-трещотка это более продвинутые. Один булыжник из куба, я пока его тоже отложу. И, кстати, давайте вот сюда мы в специальный инвентарь будем выкладывать отдельно патроны, чтобы не с собой не носить вот такое вот огромное количество стаков патрон. Все, 150 и оставшиеся мы все выложим, потому что нам они будут уже не нужны. Зря только будут занимать дополнительные ячейки. Это мы тоже выкладываем. Смотрите, сколько у нас сразу 4 ячейки освободились дополнительных. Крышечки, конечно же, возьмем, еду возьмем 9 порций, вода у нас есть. Сейчас нужно будет сбегать еще за водой. Давайте, иначе я просто забуду. Так, давайте сразу же наберем себе 16 воды. Поставлю я их варить. Смотрите, друзья, нам тут тоже разломали частично стену. Давайте мы это сразу тогда отобьем для того, чтобы в будущем сюда поставить 2 бетонных блока. Кстати, у нас уже есть бетон. Мы, наверное, можем делать блоки из бетона. Но время уже ближе к 6. Нам еще до торговки нужно будет доехать. Я сделаю воды 10 бутылок, чтобы они у нас скопились вот в один из этих стаков. А все остальное, смотрите, мы можем приготовить клей в нашей химической лаборатории. Давайте сейчас тоже этим как раз и займемся. Итак, рецепты клей соединить. Сколько здесь можно будет 6 штук сделать? Клей нам нужен для того, чтобы делать клейкие ленты. Они очень часто нужны, например, в тех же ремонтных инструментах. Выкладываем пока булыжник. Вот отсюда нужно будет один, как минимум, булыжник собрать. Сейчас мы его сразу же тогда установим. А у нас есть 61 ведро бетона. Давайте посмотрим, что из него можно будет сделать. Смотрите, формы бетонных блоков. Изготовим тоже парочку. И попробуем сейчас установить вот на эти вот места, где у нас переломали довольно-таки сильно. Все, остальное, друзья, нам самим пригодится. Поехали, сейчас отремонтируем. Ну, во-первых, первый блок мы поставим вот сюда. А второй блок у нас готов бетонный. Устанавливаем его вот сюда. Странно, они немножко отличаются по цвету. Так, давайте попробуем это отремонтировать. И смотрите, у нас эти блоки переходят в бетонные блоки. И заделал я этот угол стены. Давайте посмотрим, где-то вот здесь у нас еще было немножко разломано. Вот там вот наверху. Так, давайте тогда вот это вот разломаем. И сюда установим вот этот вот цементный блок. Вот сюда еще нужно будет потом установить. Но у нас с собой больше вроде бы нет. Все, друзья, смотрите, время уже оказывается полседьмого. Как здесь быстро течет время. Поехали к торговке. Берем задание на южного торговца. И посмотрим, что это у нас будет и что он будет продавать. А также нам, наверное, нужно будет переходить на новый вид транспорта. Там есть, я видел уже, мотоциклы, машины и автожир. Это целый вертолет. Наверное, мы не будем мелочиться на машины. Они нам будут не нужны. К тому же у них проходимость, скорее всего, будет даже хуже, чем у велосипеда. Потому что велосипед через любую каналу может проехать. А вот автомобиль вряд ли. Мы тогда сразу сделаем себе вертолет и будем перелетать по прямой, по направлениям. Пойдемте посмотрим, как торговка Джен пережила вот эту вот ночную кровавую луну. Все ли с ней в порядке? Здорово, ты как, живая, да? Ну что ж, я хотел бы... Давай сначала выгрузимся. Костяной ножик нам нужен. Вентиляционная прокладка продаем. Дубинка. Давай попробуем ее отремонтировать. Смотрите, 29. Если мы ее сейчас починим, то вполне возможно продадим мы ее за лучшие деньги. За 72. Ну, не стоила овчинка выделки, если честно. Давай, дубинку сюда. Трещотка у нас есть. Все остальное пистолеты, автоматы. Стрипер. Блин, нужно было стрипер выложить. Давай посмотрим, что у ней... Во-первых, из патронов есть. Смотрите, патроны 7,62. 2 тысячи. Ладно, не будем пока покупать. Наверное, 25-й день, да. Они тут останутся, будут все в порядке. Дальше. Руль каркаса, поножи, роботизированная двустволка. Я знаете, что думаю? Отбивающий на поле. Я знаете, что думаю? Наверное, когда мы сейчас возьмем задание новое, вот у этого южного торговца, то тогда нам выдадут много новых полезных вещей. Все, поехали. Я думаю, что на велике мы доедем по прямой довольно-таки быстро. Ну что ж, давайте встретимся уже, наверное, там, у торговца, если не случится по дороге чего-нибудь интересного. Тогда я обязательно это покажу и расскажу. И посмотрите, друзья, у нас новые локации. Очень похоже на пустыню. Как в США, пустыне Невады. Так, торговец находится вот там вот в километре. Смотрите, здесь у нас куча кактусов. Интересно, они идут как дерево или как что-то обособленное? Давайте попробуем срубить. Мы получаем только лишь траву и какие-то семена юки. Это похоже на юку. Вот она, как оказывается, выглядит. А это у нас что такое? Давай посмотрим, за пальмочки стоят. А это растение юка. Теперь мы знаем, где его находить. Кактус. Колючий, интересно, если его... Нет, это просто трава и тоже дают какие-то семена. Давайте посмотрим. Это все семена юки. Ну, поехали тогда дальше. Пока здесь растения меня, честно сказать, не особо-то удивили. Смотрите, хорошо, есть река в пустыне. То есть мы точно не умрем от жажды. И на меня тут птица решила напасть. Давайте мы ее сразу же прибьем. Все, готово. Вроде бы больше никого вокруг у нас нет. Это что такое? Это кости мамонта. Давайте сейчас попробуем его взять. Вот стрипер нам точно не понадобится. Попробуем ножом. Что он нам дает? Это просто древесина. Причем не особо эффективная. Так, а если мы вот таким топором попробуем? 14. То есть это просто куски древесины. Поехали тогда все-таки дальше. Смотрите, здесь даже куры бегают. Прыгающие зомбоиды. Ну, ничего необычного. Просто смена локаций. И еще одна птица летит. Давайте ее сразу же прибьем. Эти орелики нас сейчас заколебут, наверное, теперь летать. Вон там еще впереди одна птица летит. Надеюсь, что она нас... Нет, все-таки она нападает. И от зомбоида давайте отойдем. Так, уйди от меня. Раз. И зомбоид. Так, кто? Где? С какой стороны? Ты бешеная собака, гиена огненная. Давай попробуем ее разделать. Посмотрим, что из нее выпадет на этот раз. Так, велосипед не хочу ломать. Блин, давайте велик. Я еще побил немножко велик. И здесь еще растение алоэ вера. То есть это та самая алоэ вера, которой мы с вами рецепты делаем. Крем с алоэ веры. И можно будет посадить семена. Отлично, друзья. То есть когда мы вернемся к себе домой... Птица опять летит. Это стервятники какие-то. Смотрите, прям приближается. Ну давай, нападай. Или ты умный. Ты понимаешь, что когда в тебя целятся, лучше на Никодима не нападать. Сейчас он, наверное, зайдет на нас в атаку. Так, пошла. Ну ладно, он нас не трогает. Мы его тогда тоже не будем трогать. Поехали дальше к торговцу. Смотри, как хитрого. Готово. Все, не буду я их подбирать. С них и мяса-то особо нету. Там и гниль такая себе. Машина доломанная. Здесь, смотрите, залежи какой-то интересной руды. Что это такое? Так, опять птица прилетела. Давай попробуем теперь раздолбать. Узнать, что это такое мы с вами добываем. Это горючий сланец. Слушайте, да, нам нужен будет горючий сланец. Он нам нужен будет для того, чтобы сделать огромное количество топлива. У нас выносливость так быстро убегает. И здесь прям целые залежи руды. Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас на карте. Сохраним сейчас новую точку маршрута. Сделаем вот так вот. Напишем сланец. И будем знать, что здесь у нас находятся запасы сланца. Смотрите, наш персонаж опять очень сильно хочет есть. Странно. Как-то он не успевает наедаться. А можно эти семена юки? Нет, они практически ничего не дают. По одному лишь питание. Так, где наш велосипед, друзья? Вот он у нас валяется. О, что это такое? Давайте попробуем разбить. Это тоже просто обычная трава. Ладно, поехали к торговцу. И там за нами бежит какая-то собака. Еще одна. Готово. Стой, шакал, иди сюда. Готово. Ну что ж, давайте мы его тогда тоже разделаем. Будет дополнительное мясо. Повышение уровня 28. Теперь у меня есть дополнительное очко для распределения. А тут у нас целая шахта. Но я думаю, что не буду я пока что в нее ходить. Лучше взять задание. Скорее всего, нам сейчас выдадут. И мы поедем в эту шахту уже тогда исследовать. За наградой. А не просто так. Ну и наконец-то добрался я до торговца. Нужно только будет найти, где у него вход. Наверное, вот здесь. Все, забираем наш велосипед. И добро пожаловать к новому торговцу. Так кто где? Что такое? Такое ощущение, что внутри находится куча зомбоидов? Или она где-то здесь? Красавица. Ты давай не перепутывай здесь. 400. Все, свободно. Ну и пойдемте к самому торговцу. Узнаем, кто это. Здорово, персонаж-торговец Боб. Добро пожаловать. Я тебя нашел. Меня прислала к тебе торговка Джен. Отрадно слышать. Слишком уж долго наши доки ржавели. Мы давно хотели открыть новые торговые маршруты. Если у вас есть время, могу предложить работу. С радостью. Давай сначала посмотрим, что у него в инвентаре. Может быть редкое. Великое ограбление. Скрытность не хочу. Автомат Калашникова хуже, чем у меня. У меня грузовик 85 тысяч. Мы сами, наверное, сделаем патроны. Кстати, смотрите. У него патроны подешевле для Калаша. Можно будет закупиться какое-то количество. Давайте вот так вот купим. Рецепт автоматического оружия части. Тоже не нужны драка в баре. Адреналин. Каждый сделанный удар восстанавливает одну очко. Ну, я руками, конечно же, драться не буду, когда у меня уже есть продвинутые автоматы и пистолеты. Модификации. Улучшенные соединения. Выносливость дает. Железная киртка. Так, ладно, смотрим. Пакет крови. Бин для оказания первой помощи. Здесь фонарик. Фугас из железяки. Куча ненужных вещей. Порох. Кстати, довольно-таки дешевый. Но я пока что его покупать не буду. На обратной дороге мы тогда купим. Сок Юки. Самолет летит. Где он там прилетел, интересно? Вон он в ту сторону пошел. И он с парашюта спускается почти 500 метров до него на юг-юго-восток. Ладно, давайте тогда возьмем какое-нибудь задание на юг-юго-восток. Еще что-нибудь ему сейчас продадим. Трава не продается. Я все-таки инвентарь его не досмотрел. Вот, с оружием патроны есть. И те, и другие. Кстати, довольно-таки дешевый пистолет четвертого уровня. Дробь, динамит, модификация. И гвозди. Бетон. Смотрите, какой дорогой бетон. Слушайте. Ну прям... А он не покупает. Он только лишь продает, но не покупает. Горючий сланец тоже не в его вкусе. А юка тоже не продается. Кожа 36. Ну давайте, я думаю, что мы волков этих еще не убиваем. Шакалов лесных. Большое количество. Нам надо что-нибудь для еды купить. Животный жир, картошка. Ни то, ни сё. Всё, выполняем теперь какие-нибудь задания. Принести нам надо на юго. Тут вообще нет одного задания. Ни на юг, ни на юго-восток. Поэтому выбираем самое ближайшее. Вот, принести. Так, ну что ж, поехали, друзья. Где-то соколик к нам атакует. Иди отсюда. Всё, готов? Давай всё-таки посмотрим. Можем ли мы с него что-то полезное собрать? Тухлое мясо, перья и кости. И 100 хп. Ну, ради этого я даже не буду на них больше останавливаться. И по пути я нашел рюкзачок. Тут еще у нас три части гранатомета. И опять я слышу, птица со спины подлетает. Короче, нас сейчас будут, наверное, постоянно атаковать вот эти вот степные птицы. Так, опять летит. Ну что ж, давайте мы его сейчас оприходуем. Так, минус одна птица. Вон еще одна подлетает. Иди сюда. Не хочет. Но она меня уже видит. Давай к велосипеду поближе подъедем. Ладно, как мы только сядем на велосипед, она сразу же к нам подберется поближе. Тогда мы ее просто-напросто убьем. Так, поехали в горку. Ух ты, какие тут кактусы. Так, так. Не догоняет она нас, смотрите. Отлично. Вон еще запасы сланца. То есть здесь в пустыне мы можем накопать огромное количество нефти. Так, ну где ты? Иди отсюда. Ты не убиваешься еще к тому же. Еще две птицы сразу же подлетели. Готово. Да, слушайте, они у нас теперь просто-напросто заколебут. Нужно будет с ними что-то делать. Вернуть припасы. А прибыли мы на место. Это какая-то свалка. Забираем велик. И ищем. Так, готово. Сколько у нас патронов? 278. То есть нам сейчас нужно будет патрон побольше найти. Я не знаю, как убрать вот этот вот флажок. Я уже все перепробовал на карте. Нажимаю удалить точку маршрута. Она у нас почему-то не удаляется. Вот эта вот быстрая точка. Давайте мы ее куда-нибудь, может быть, в другое место поставим. Так, нас кто-то подошел. Готово, убили. Пока я разбирался с картой, к нам тут подошел еще один зомбоед. Давайте все-таки посмотрим, как удалить эту быструю точку маршрута. Я уже нажимал на все зачеркнутые штуковины. Во, может быть, вот это вот. Все, похоже, отменилось. И не будем тратить патроны. Здесь мы спокойно сейчас его добьем. Вот таким вот образом. Ну что ж, друзья, а у нас еще самолет сбросил и сумка здесь находится. Пойдемте искать. Сейчас главное находим сумку, выполняем несколько заданий и ищем дальше следующего торговца. Надеюсь, что это был у нас не последний. Давай попробуем вот этим вот ключом-трещоткой. Насколько быстро здесь все разбирается. Смотрите, у нас куча электроники. И смотрите, я практически сразу же нашел наш чемоданчик. Но он находится где-то вот здесь вот за дверью. А там куча других зомбоедов. А, это толстячок. Ну давай его. Спокойно, спокойно, не нужно меня. Опять мы хотим есть. Что такое? В пустыне вроде обычно хотят всегда пить. А мы почему-то хотим сильно есть. Причем с водой у нас нет никаких проблем. Пойдемте, друзья. Вот здесь находятся медикаменты. Забираем не то не все. Штанга. Вонючий мусор. И сзади кто-то подходит. Лутаем все. Ищем все, что нам может пригодиться. Я уже опять перегрузился. Давай вот это вот разламываем тогда. Готово. И выполняем сумку курьера. Забираем. Ну что ж. Я тогда сейчас по-быстрому пробегу здесь по дому. Посмотрю, что здесь есть полезного. Ничего нету. Может быть тайник какой-нибудь. Вот, например, кошелек. Так, забираем. Дверь. Спокойно. Так, готово. Выпавшие вещи. О, патроны, еда, латунь. Все, опять мы перегрузились. Давай тогда вот эту вот штуку съедаем. Раз. Сейчас наедаемся от пуза банка кошачьего корма. Использовать два. И часть остального инструмента забираем дальше. Так, смотрите. Здесь прям красавицы пошли толпами. Раз, два. Так. Как это они у нас успевают? Или сзади кто-то у нас? Нет, сзади. Все, спокойно. Так, девушки. Все. Медикаменты. И пойдем здесь посмотрим. Сумка с оружием. Ух ты. Винтовка, которую нам некуда больше абсолютно положить. И еще одна куча боеприпасов. Патроны для калаша. Вовремя. Большой деревянный сундук. Слушайте, нам нужно будет огромное количество места. Мясное рагу. Да, мы сильно хотим есть. Это что такое? Модификация на лобный фонарь. Давайте, так как мы находимся в пустыне, нам вот эти вот лист алоэ вера будет не нужна, а вот с кожаными перчатками я бы, наверное, взял бы их, если бы было куда засунуть. Часть из стальной брони. Ладно, там кто-то подбирается все ближе и ближе. И тут еще маленькая куча еды. Я уголь нашел. Давайте вот юку мы можем везде и всегда собрать. И попробуем разобрать еще вот эти вот все старые плиты. Так, ну поехали отсюда, друзья. Время уже много, полпятого. Нам еще до торговца нужно будет обратно добраться. Смотрите, тут дорога идет прямая, но она, похоже, идет не в ту сторону, куда нам нужно будет ехать. И нам еще обязательно нужно будет взять то, что нам дали с парашютом. Так как у нас забит полностью инвентарь, сначала мы тогда выгружаемся, получаем заслуженную награду и только потом уже поедем за вещами с самолета. Смотрите, какой хороший добротный дом. Правда, он наполовину деревянный, но вот наполовину он бетонный. Можно будет здесь обосноваться и переждать кровавую луну. Правда, один минус, он очень далеко от торговца. Так, еще один стервятник на нас, видимо, сейчас будет нападать. Да, точно нападает. Ну давайте сразу же его отстреляем. Странно, меня клюют, клюют, едят, едят, царапают, царапают. А я так до сих пор и не получил заражение. Интересно, смотрите. Хорошая, практически нулячая машина. Так, друзья, давайте мы ее тогда сейчас разберем. 17 часов. Вот от этого отделаемся. Чтобы он близко к нам не подходил. 400, все. И начинаем разбирать вот этот вот автомобиль. Там еще внутри, оказывается, что-то есть. Патроны, железо и пули. Пули бы надо взять вместо вот этих вот перьев. Все. Ну и разбираем автомобиль. Разобрал я автомобиль, и здесь куча всего выпала. Где-то там летаешь. Смотрим, чего тут машинное масло, куча пружины, механик. Двигатель. Так, минуточку, давайте возьмем двигатель. Вместо какой-нибудь ненужной штуки. Один патрон. Давайте мы тогда перезарядимся. Этот патрон у нас уйдет. Должна эта ячейка отсюда освободиться. И тогда мы забираем двигатель. Двигатель нужно будет всегда. А странно, механические части. Неужели у нас нет ни одной механической части? Можно будет булыжники выкинуть. Забрать механические части. Ладно. Я потом специально покатаюсь. Например, потеряю целый день или даже два. Покатаюсь здесь по пустыне и поразбираю вот такие вот отличные машины. Самое главное, что мы нашли двигатель. А двигатель это основа всего. Так, заиграла веселая музычка. Слушайте. Это значит, что мы вернулись к торговцу Бобу. Правильно я тебя запомнил? Да, торговец Боб. Ну и что ты нам дашь в награду? Зазубренное лезвие 45, 138, 105, 138. Так, патроны. Давайте пока временно выкинем вот эту вот, например, корыца. И возьмем патроны. Они самые дорогие. И сразу же мы ему тогда все это избагриваем. Первым делом продаем все патроны. Жалко, да, я понимаю, что очень жалко. Часть остального инструмента, наверное, самому пригодится. Охотничье ружье 194. А если мы его сейчас отремонтируем, починить, по какой цене он его сейчас возьмет? 300, ну где-то на 150 долларов прибавляется. Ладно, продаем. Двигатель банка консервов сами съедим. Здесь патроны, часть остального инструмента, латунь. Слушайте, а нам особо-то продавать нечего абсолютно. Такое время уже 19.00. Смотрите, юг, юго-восток. Посмотрим, есть ли какая-нибудь работа на юг, юго-восток. Ничего нету. Принести на северо-западе. Ну ладно, давай. Забираем вот это вот задание. Я думаю, что в коробку можно будет выложиться. Смотрите, тут у нас латунь, древесина. Древесину мы, кстати, возьмем. Тряпки мы тоже возьмем. У нас, кстати, тряпок что-то, я бы сказал, поубавилось. Латунь. Давайте латунь разламываем и выкладываем. Все вот это нам с собой носить в данный момент не нужно. Часть стального инструмента. Я все-таки надеюсь, что рано или поздно мы с вами сделаем стальной инструмент. Давайте бетон тоже выложим. И вот эти вот химикаты, синтетический мусор тоже. А что здесь у нас? Просто комнатка, в которой мы, наверное, можем даже жить. А интересно, если я начну разбирать у него автомобили, он не посчитает? Так, все-все-все-все-все. Извини, я просто попробовал. Что это был за звук? Это пылевая буря у нас, похоже, началась. Ну что ж, давайте я все-таки сгоняю вот за этими припасами самолетными. Возьмем из сумочки. Так, какие-то детали. Не будем даже задерживаться, у нас уже 19.40. Следовательно, сейчас начнет темнеть. Да, птицы, я слышу, сзади летят. Чтоб тебя сдохнет. Готово. Хорошо, что они убивают с одного патрона. Так, еще одна сумка и еще один орелик прилетел. Готово. Надеюсь, хоть здесь что-то будет полезное. Насадка, еда. А что у нас с едой и с водой? Пока что все в порядке. Поехали дальше искать мост на другую сторону. Вот, смотрите, я уже вижу впереди мост, но мне кажется, что он не совсем цел. И доехала до конца дороги. Здесь у нас тоже нет никакого моста, но мне кажется, что мы можем переехать вот здесь под водой. Давайте попробуем. Велосипед у нас неплохо переезжает водные преграды. И, наконец-то, у нас песчаная буря закончилась. Сто метров. А вверху я вижу, смотрите, какой огромный дом. Очень похоже на какой-то завод. Так, где он на другой стороне, кажется. Но здесь мы тоже сможем переехать. И смотрим, что внутри ящика. Патроны и еда. А нам класть больше абсолютно некуда. Раз. И что мы еще здесь... Вот эту штуку мы тогда съедаем. Два. Все, забираем отсюда, что можем. И посмотрим, какой нам дали комплект для изготовления боеприпасов. Тогда вот это выкид на выкид. Это мы сразу съедим. Все, три ячейки свободные у нас теперь есть. Открываем. Это патроны. Это, знаете как, это патроны для дробовика. Они как раз делаются из гильз. Вот этой дроби и бумаги. И пороха вот еще. То, что пороха дали, это, кстати, очень неплохо. Но у нас опять абсолютно нету места, если только мы выкинем бумагу. Но все, друзья, смотрите, вон там полтора километра. Еще один горючий сланец. Давай мы уж по пути раз идем. У нас опять перегруз 8 единиц. Я тогда в этот автомобиль выгружу. А смотрите, этот автомобиль не позволяет ничего в себя нагружать. То есть нам нужно будет найти кучу мусора или сделать рядом с этой машиной еще один ящик. Давай вот это вот разламываем. Создаем один сундук и сбрасываем то, что нам вот прямо сейчас не понадобится. Очень странно то, что я нахожусь в пустыне и сейчас как раз ночь, а здесь почему-то нет ни одной змеи. У нас даже в прошлой серии была змея в лесном биоме. Но почему-то там, где они именно и должны быть, вот в пустынном биоме змеи, у нас почему-то нет. Так, забираем велик. Все готово. Пистолет пока что рано, наверное, ремонтировать. Давайте задание. Вернуть припасы. Припасы находятся где-то на первом этаже. Пойдем сейчас аккуратно. Пока, наверное, все-таки с копьем. Так, вот это вот очень хорошо. То, что мы нашли припасы для шитья. Они нам позволят много сделать хорошей одежды. Ух ты, давай его вот так тогда сразу. Спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо. Тихо. Тихо, красавица. Спокойно. Извини, но придется тебя добить. Так, кто здесь? Где? Тут что ли? Так, спокойно. Тихо. Кто уворачиваешься еще? Давай, 400. Все, закрыли. Это огород. Смотрите, картошка, там капуста. Многих всяких растений. И минус один человек. Вернее, зомбоит. Так, кто где? Спокойно. 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 Я его, кстати, не убил. Вот теперь точно убил. Девушка. Готово. 400. Все. А, кстати, мне всегда интересно было. Вот такие вот кровати, они разбираются? Да, разбираются на пружины и железо. Кто-то где-то ломится. Давай, на всякий случай, дверь закроем. Так, здесь тихо и спокойно. И, похоже, да, я нашел сумку курьера на холодильнике. Все, вернуться к торговцу, но он начинает работать только лишь с 6 утра. Поэтому займемся каким-нибудь бесполезным делом. Будем разбирать холодильники на электронику. Разберем сейчас оставшиеся какие-то вот эти вот детали, шкафчики. Так, это железка. Тостеры. Кстати, лампочки очень хорошо разбираются. В них больше всего находятся электроники. Это мы с вами увидели еще в прошлой серии. Так, кофемашина. Забираем все это. Ну, давай современную плиту тоже тогда разбираем. Пойдем, наверное, дальше. У нас перегруз. О, стиральная машина. Давай посмотрим, что со стиральной машиной. Механические запчасти, электроника. И всего лишь 44 экспы. Такое себе счастье. Ух ты. Здесь автополивалка, похоже, какая это была. Наверное, мы так же можем сделать. Ладно, поимеем это в виду, друзья. Пойдемте теперь наверх. Посмотрим, что там у нас прятали на верхней лестнице. Вот здесь вот. Так, кто тут? Птица. Готова. Все, да? Давайте вот этот вентилятор тоже разберем. Смотрите. Четыре электроники с каждого. Что весьма и весьма неплохо. Система вентиляции. Так, и мы-то яничок нашли. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, готово. Вонючий мусор. Латунь, камни и пустая банка. А эта штука разбирается? Нет, эта штука дальше не разбирается. Ну все, друзья. Здесь нам больше делать нечего. Если только сейчас вот еще машины поразбираем. И выберем себе дом для дальнейшей жизни. А смотрите, здесь мы уже были. Сюда мы приезжали, выполняли задание. К торговцу ехать в обратную сторону. Сколько у нас пустого инвентаря? Довольно-таки много. Ну что ж, давайте. Я тогда разберу вот эту вот машину до конца. Давайте посмотрим, что вот в этом доме... Так, собаки. Я слышу, что собаки. Перезарядка. Где-то прям воют. Либо шакалы, либо собаки. Надо встать в какую-нибудь позу, так чтобы нас не застали врасплох. Побыстрее. Берем пружинку и всякие запчасти. И разламываем вот этот вот седан. Особо деталей здесь не было. Поэтому пошли вперед. А вот эта штука, интересно, она тоже разбирается. И насколько она хороша. Скорее всего, тут железо будет. Да, только три железа и четыре экспы. То есть эти разбирать бессмысленно. Пойдем тогда дальше вперед. В окошко можно будет залезть. Либо нам подсказывают, что можно залезть вот через эти, видимо, проходы. Так, давайте вот тут вот на крышу залезем. Посмотрим, что есть на крыше. Лампочки, если я правильно помню. Так, ну что ты, как всегда, не вовремя-то. Если я правильно помню, то вот эти вот лампочки давали всегда огромное количество электроники. Смотрите, две, четыре электроники и еще немножко железа. Да, хорошая вещь. Пойдем дальше. На крыше больше ничего нету. Но есть проход внутрь. Сейчас прыгнем. Сразу на нас нападут кучи зомбоидов, наверное. Ладно, пойдемте, друзья. Так, сразу встаем в выгодную позицию. Комната закрыта. Выпрыгнуть они ниоткуда не могут. Ломаем. О, нас интересуют вот такие вот мусор и свинец. Разламываем. Вот это можно будет выкинуть. Здесь у нас тоже еще один протухший мусор. Так, ну пойдемте. Куча нетронутых книг. Мы не читали с вами, как сделать расхититель могил. А теперь мы с вами узнали новый рецепт. Бумагу на выкидку. И все. Больше здесь ничего нету. В унитазе патроны не дали. И в старой раковине свинец и кости. Ну что ж, пойдем тогда дальше. Так, смотрите, кухня. Давай вот так вот встанем. Тихо-тихо-тихо. А у вас трое? Так, я застрял. Я где-то застрял. Ох, их трое. Так. Спокойно, малышка. Давайте отбежим. Мало ли оно что. Все, готово. 1500 очков. Время 4 утра. Теперь можно будет вообще ничего не бояться. И спокойно ходить. Откуда они берутся? Я же здесь прошел, никого не было. Ну давайте тогда все вот это вот облутаем. И разломаю потом. И поедем потом к торговцу. Время подошло у нас к утру. Что он дает? Выносливости. Давайте вот выпьем. Заодно и воду себе немножечко увеличим. Нам еще еда нужна. Хоть какая-нибудь. Пустая бутылка. Шкафчик. О, патроны вижу. Так, отлично. Это на разлом. Давайте съедим коробку. Раз. И мясо у нас осталось всего 4 куска. Куча боеприпасов. Это магнусские патроны. Вместо кофе, я думаю, самое будет оно. Бутылку на разлом. Но я здесь особо ничего не нашел. Вот последний шкафчик. Тоже гнилое мясо. Давайте холодильник разберем. Все-таки электроника, как-никак, она довольно-таки редкая. Но мне кажется, что у торговцев электронику покупать было бы правильнее. Чтобы вот не задерживаться и не ломать по домам. Она у них там копейки стоит. А у нас уже что-то около 20 тысяч. 30 тысяч у нас уже денег. Пошли вперед. Я с пистолетом пойду, потому что я слышу, что здесь рычит собака. Как не вовремя мы нашли этот сундук. Так, что мы можем забрать? Только лишь патроны 8 штук. Железные поножи, а не копеечные 15. Это вообще не нужно. Давайте мы его тогда используем. И модификация закаленная сталь 61. Что мы можем поменять? Вот так можем продать. Так, где собака? Я слышу собаку здесь. Да, очень много, конечно, уходит время на все это лутание. Считай, что один дом, один день. Время уже 5 утра. За час, надеюсь, мы доедем до торговца. Выносливость нужно капельку оставить. И где-то там за дверью я слышу... Воют собаки. Так, наконец-то я раздолбал эту дверь. Тут где-то собаки, я слышу, ревут. Но мы не будем на них тогда задерживаться. Поехали к торговцу вот в эту вот сторону. Интересно, где там собаки-то были? Они за нами не бегут? Нет, не бегут. Все, встретимся, наверное, уже у торговца. Мне тут еще нужно будет через гору как-то перелезть. Поехали прям, наверное, посреди горы. Если что, возьмем велосипед в руки и пойдем пешком. Добрался я, наконец-то, до торговца. Давайте мы выложим в чемодан лишние детали. Книжку, книжку на продажу. Что еще можно будет продать? Часть из стального копья нам не нужна. Мы и сами его уже сделали. Так, здорово, Боб. Я пока что так и не запомнил, где ты тут находишься. Самодельные боеприпасы 86, дневник охотника 105, модификация бронепластины рейтинг плюс 1 и модификация расхитителей гробниц 15 урон по земле. Ну, выходит, что только книжку можем взять у тебя и сразу же тебе это все избагрим. Часть из стального копья все 168, отлично. Книжка по железным инструментам на продажу. Патроны. Ну, я думаю, что Магнум очень хороший пистолет, но, насколько я помню, это револьвер. И у него там 6, кажется, всего патрон. Поэтому нет, у меня лучше, чем больше у нас обоймы, тем будет оно лучше. Давайте. Стальное копье бы вставить. Вот эту вот штуку, закаленная сталь, но у нас там уже такая штука вставлена. И 8 патронов для дробовика. Во, еще одна книжка. Грифы, урон грифом. А у нас урон грифом увеличен. Вот почему мы их с одного выстрела убиваем. Погнали на продажу. 81. Все, все остальное вроде бы как продали. Ну что ж, давайте я тогда выполню несколько подряд заданий. Вот смотрите, очистить от зомби совсем рядышком. Ты человек! И нам самое главное выполнить 5 заданий этого торговца, для того, чтобы дальше получить следующие координаты от торговки Джен. Пистолет бы отремонтировать, давайте починим. У нас еще 4 ремкомплекта. Так, 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 спокойно, девушка. Давай пока что. Что у нас тут очистить область? Так, главное, чтобы какие-нибудь тигры не начали здесь прыгать. А как туда спуститься? А самое главное потом, как оттуда подняться. Так, давайте посмотрим, сколько топор наносит. И сколько трещотка. Можем ли мы ей разобрать? 719, 600. А смотрите, трещотка-то разбирает гораздо лучше. Тоже получается. Она быстрее, чем топор. Я вижу, что да, там подходит. А вот по дереву уже так себе идет урон. Поэтому давайте мы топором сейчас добьем. Готово? Готово. Что здесь у нас? Латунь, еда. Что у нас с едой? С едой надо поесть. Пошли вперед. Там вон кто-то поле бежит. Давай 400. Перезарядка. Ух ты! Так идет отсюда. У нас место навалом. Сейчас мы соберем здесь весь вот этот вот лут. А смотрите. Почему-то вот этот вот ящик просто разламывается. И на нем не написано, что он... Нет, коробка со стройки. Забираем книжку по... Интересно чему? Схема тигля позволит понять, как изготовить этот предмет. Да, используем. Честно признаюсь, я не помню, что такое тигель. Но он нам по-любому пригодится. Пошли потихонечку дальше. Древесина. Можно будет, наверное, ее нарубить. Смотри, по одному дереву. Нет, это бессмысленно. Это будет очень долго и невыгодно. По времени. Клей. Кто где идет? Ну ладно, давай. Без сестренку убьем. Готово. Вернуться к торговцу. Мы выполнили это задание. Но не собрали еще весь лут. Еще парочка сундучков, которые мы можем обыскать. Такая у нас есть. Патроны тоже забираем. Шотган. Коробка из оружейного магазина. Пули и цепь для дубинки. Все. Все. Ну что ж, побежали. Время 9 утра. Сейчас быстро сдадим это задание и возьмем сразу следующее задание. Я вернулся, Боб. Я выполнил твое задание. Патроны. Мне кажется, тут безоговорочно. Берем только их. Молотов, молотов и бронепластины. Так. Можно ли увидеть твой инвентарь? Во-первых, продаем ему вот этот вот аккумулятор. Во-вторых, продаем ему фонарик. Мы можем купить 21 электрику за 2000. То есть, это дешевка. Чем так копаться, можем просто купить все у торговца. Все, ничего у него больше нет. Ну что ж, давай тогда берем еще какую-нибудь самую ближайшую работу. Принести 800 метров. Поехали, друзья. А интересно, учитывается ли тень от дерева, что у нас не будет жары. Если, например, постоять минут 15 под деревом, у нас пропадет вот этот вот значок. Давайте посмотрим, кстати, что он обозначает. Опять жара. Вам жарко? Найдите одежду или убежище. В жаре вам быстрее захочется пить. Все, выпиваем и давай посмотрим. Может быть здесь модификацию еще какую-нибудь можно будет засунуть. Давайте вот это вот модифицировать разрывные пули. Потому что в пистолете у нас есть такая модификация, а в автомат лишней модификации не помешает. Прибыл я на место. Берем пистолет, начинаем задание. Где-то там у нас находится сундучок. Ну давайте, мы уже, в принципе, сюда запрыгивали. Сюда. Теперь сюда. Залазим наверх. И вот здесь можно будет спуститься. И птица, кажется, летит. Да, птица летит. Так, давай возьмем копье. И уйди отсюда. Ты где? Я не вижу ее. Как это она пропала? Сквозь текстуру, что ли, прошла? Ух ты! Готово. Жалко. Три патрона пришлось на него потратить. Никого. Никого. Пойдем дальше за сундучком. Здесь есть кто-нибудь? Вот отсюда сейчас кто-то должен выйти. Спокойно добиваем его. Готово. 750. Раковина. Унитаз. Ничего вообще нету. И еще одна коробка. Во, клей, латунь. Ну ладно, хорошие предметы. Пригодятся в хозяйстве. Сумка курьера. То есть получается, что и это задание мы с вами оперативно выполнили. Идем пробежимся. Сейчас вот отсюда должен кто-то выйти. Давай сразу же бьем. 400. Здесь раньше был тайник, когда мы сюда ходили. Пошли дальше вперед. Вот отсюда сейчас идет наркоман проклятый. Готово. 400. И там была еще толстая тетушка впереди. Так, вода мутная. Опять мы теряем кучу времени на лутании всех вот этих вот ненужных ящиков. Давай отсюда. Тоже забираем. Ага, это кажется книжка, как делать нам вот эти вот части электрического забора. Но так как мы прокачали уже навык, то книжка нам получается уже и не нужна. Вот смотрите, когда мы подходим сюда, тут срабатывает скрипт. Откуда-то они тут все появляются. Сейчас тетушка толстая откуда-то должна здесь появиться. Так, готово. Повышение уровня. Два очка для распределения. Ну что ж, давай тогда заберем холодильник. Так, кто-кто-кто? Иди отсюда. Спокойно. Так, еще один. А толстая тетушка почему-то на этот раз не пришла. Мы хотим очень сильно есть. Еды у нас не особо-то и много. Пытаемся тогда в шкафчиках что-нибудь найти. Там вон я вижу тайник. Давай мы его разломаем. Так, и здесь у нас маленькая куча боеприпасов, в котором, да, патроны для калаша это очень нужное дело. И вот еще одна. И смотрите, друзья, нашел я еще одну книгу, рецепт кукурузы использовать. То есть мы теперь можем высаживать семена кукурузы. Время 13 часов. Мы еще успеем взять одно задание, поэтому побежали как можно быстрее, не получилось. Спусковой механизм модификации для режима автоматического огня. Увеличивает скорострельность и немножко повышает отдачу. Ну ладно, не повезло. Тебе картошка забираем. Железный арбалет. Так, берем патроны. Железный арбалет вообще-то нам пригодился бы. Давайте бумагу вот эту вот выкидываем. Сколько у нас теперь копье? 29. Ну, ни то ни сё. Даже вот эта вот сломанная штука и то больше, чем копье. Давайте мы тогда ее сразу ремонтируем и посмотрим, сколько она нам даст денег. 200. А пистолет 28. А починить его за ремонтные инструменты. Нет, я ремонтные инструменты буду экономить. Пошли дальше, друзья. Нам выбираться нужно уже отсюда как можно быстрее. Господи, как тут много всякого лута, который мы еще должны будем собрать. Очки крутого парня. Что они нам дают? Стойкость. И стоят они 105. Но по-любому будет дороже, чем какой-нибудь вот глинистый грунт. Мы его сами сможем везде накопать. Все. Пойдемте, друзья. Берем копье. Так, давайте вылазим через эту же самую дырку, в которую мы и залазили. И поехали. А что это там впереди? Это просто диван. И поехали на велосипеде. А смотрите, урон даже не нанесся велосипеду. Интересно. Поехали. Встретимся уже у торговца. Я думаю, что я и успею еще взять одно задание. Здорово, торговец Бог. Самодельная бомба 86. Чок для дробовика. Патроны. Тут даже без вариантов. Берем патроны. Отлично выполнили. Ну что ж, смотри, что я тебе привез. Фонарик. Берешь. А почему он ничего не покупает? А топор он покупает? Вы проголодались. Максимальный уровень выносливости снижен. Что с ним не так? Так, цена продажи 42. То есть он, в принципе, все это может купить. Книжку он покупает. То есть он еще и берет, к тому же не все. Вот давай, это он спокойно берет. Я тебе в подарок подарю. Цепь для стальная 10% берешь. Смотри, тоже берет. Модификация автоматического огня. Давайте мы сделаем вот что. Мы пока вот в этот пистолет вставим модификацию и продадим гораздо дороже. Пустой слот преобразователя. Завершить. Посмотрим, за сколько ты теперь возьмешь вот этот вот пистолет первого уровня. 46. Ну, не стоит овчин к выделке. Я его даже ремонтировать не буду. Тоже продаем. Кувалда. За 29. А смотри, а сейчас он почему-то... У него, видимо, откуда-то деньги взялись. Этот предмет его не интересует. Ладно, фонарик тебе в подарок тогда пойдет. Банка меда нужна будет самому. Железный арбалет. Урон с пятишка 200%. Скорость снаряда. Урон 54. Слушайте. 61, 54. Но носить с собой вот этот вот арбалет, к тому же и второго уровня, мне кажется, это не самая хорошая идея. Продаем. Все, друзья. Ну, давайте вот это вот самое ближнее. 15 часов. Я думаю, что я спокойно успею выполнить и это задание в том числе. Встретимся, друзья, уже вот там на месте. Стервятник уже летает. Сейчас мы его прибьем. Ну, давайте сразу же тогда. Иди отсюда. И ты тоже, иди отсюда. Все, свободен. Недостаток выносливости. 400. Заметил я одну странность в этой пустыне. Вот смотрите, у нас вот этих вот стервятников летает огромное количество. Вон еще, кстати, один летит. А почему-то гнезд я видел, ну, наверное, штуки 3 или 4 вообще за всю вот эту вот пустыню. Так, где ты? Иди отсюда. Все готово. Должно быть наоборот. Так как здесь очень много стервятников, то и гнезд должно быть везде навалом. Курицы здесь вот, кстати, часто бегают. Но гнезд реально, ну, штук 5 или 6 за всю вот пустыню я успел увидеть. Так, и мы сильно проголодались. Готово. Давайте поедим чего-нибудь. У нас всего 3 мяса осталось. Как все нехорошо получилось. Мутная вода. Банка с водой. Что у нас там? Вода где-то процентов 55. Все, попили-поели. Погнали дальше. Скоро, наверное, нужно будет ставить костер и варить то мясо, которое у нас там лежит в деревянном сундучке. Ох ты, смотрите, каменное здание. Опен. А что здесь у нас тоже какой-то торговец? Обычно опен, это всегда торговцы. Давай зайдем посмотрим. Это может быть очень интересным, друзья. Кто? Где? Дверь заперта. Видимо, до тех пор, а где мы находимся, пока мы не откроем какую-то определенную штуковину, нас сюда не пустят. Так, аккуратно. Давайте мы сейчас прибьем эту медсестричку. Готово. И пойдем посмотрим, что там такого у нас было. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, отстреляли 1200 очков. Три по 400. Пойдем посмотрим, что здесь был за торговец. Нетронутые полки. Двухэтажные здания. Как интересно-то. Кто же здесь был? Может быть, я не успел к этому торговцу попасть. Или нам дадут задание освободить бывшее место, где торговал вот этот торговец. Пошли наверх, сходим, посмотрим. Что здесь у нас? Красавица. Так, готово. Ну, дальше мы ее добьем уже копьем. 400. Холодильник из нержавеющей стали. Еда. Раковина. Ничего. Внутренняя печь. Сланец. Еще есть лестница дальше наверх. Ну, пойдем посмотрим. Так, тоже заперта дверь. Там что у нас? А там просто крыша. Там больше нет ничего интересного. Что ж, давайте мы тогда, друзья, вот этот вот холодильник из нержавеющей стали разберем. И вот эту вот встроенную печку тоже разберем на запчасти. Все, здесь нам больше делать нечего. Побежали дальше по заданию. Смотрите, сколько здесь сланца. Прям целая сланцевая гора. Возможно, здесь жили нефтяники, потому что вот, как я там показал, там целая сланцевая гора. Ох ты, сколько здесь всего много. Хотель. Да, это какой-то небольшой городишко с многоэтажными зданиями. И даже есть вот хорошее, например, кирпичное здание, где можно будет переждать целую орду. Забираем велик. Готовимся к новому заданию. Вернуть припасы. Припасы находятся где-то наверху, поэтому пошли с копьем. Кто где? Так, не вижу. Клоун вышел. У него есть такая неожиданная неприятная штука. Он как-то может очень быстро подбежать к вам. Ой, дедушка, извини. Давай. Давай. Вот это да. Толстушка за 750. Готово. Здесь тоже, похоже, был какой-то торговец. Сломанный верстак. Там какая-то модификация, ограничитель расхода топлива. Транспортные средства потребляют меньше топлива. Хорошо. Наверху идет лестница. Но мы еще низ с вами не досмотрели. Шкафчик, деревянный сундук. Ткани клей. Старый мусор. Железо. Все, здесь больше, похоже, ничего нету, друзья. Пойдем тогда наверх по лестнице. Пойдем тихонько. Господи. Успели. Среагировали. Так, тихо. А вот сейчас не среагировали. Заражения нет, и то хорошо. Нам еды нужно будет, друзья. Джинсы. Ну, такое себе. Давайте разламываем. И у нас еще ткани осталось прям совсем мало. Вот отсюда сейчас кто-то должен вылезти. Дверь я пробил. И... Идет сюда. Он один. Один. Тогда копьем его доработаем. А вот здесь как раз находится то, что мы ищем, друзья. И это сундучок курьера. Забираем по заданию. Время 19. Мы еще успеем вернуться к торговцу и сдать задание. Прекрасно. Часть оружия. Вернее, оружейной брони. Здесь кто-то должен быть. Поехали, друзья. Как можно быстрее к торговцу. Встретимся. Ох ты, собака. Но она нас не догонит. Еще одна собака. Главное, чтобы выносливость не закончилась. И еще одна даже собака. Так, поехали отсюда побыстрее. Надеюсь, за нами никто не бежит. Да, все тихо и спокойно. Нам нужно сейчас будет сдать задание. Взять новое, чтобы ночью хоть чем-то заниматься. И обязательно поесть. Вернулся я обратно к торговцу. А смотрите, у него здесь, оказывается, есть почтовый ящик. Может быть, нам сейчас повезет. И книжку мы такую уже читали. Полдевятого мы как раз успели, чтобы сдать задание. Здорово, выполнил я твое задание. Коктейль молотова, драка в баре, модификация на лобный фонарь и зазубренное лезвие. Все абсолютно бесполезно, поэтому выбираем по цене. 80, 105, 46. Ну, значит, книжку забираем. Все, завершить. И продадим тебе обратно чего-нибудь. Вот это вот книжка драка в баре. Здесь расход топлива. Я думаю, нам это самим пригодится. У нас уже 33 тысячи по заданиям. Да, давай, еще какой-нибудь по-быстрому. Очистить от зомби на юго-западе и на севере. А юго-запад там похолоднее у нас будет, примерно полтора километра. Да, давайте возьмем вот это задание. И поедем в ночь очищать от зомби. Погнали, друзья. Ну, встретимся мы, конечно же, уже там. Выгрузился я в свой сундук. И поехали 1,2 километра до места. Будет 22 часа уже. Будет, скорее всего, очень весело. Потому что зомбоиды будут ускоренные. И мы еще сильно хотим есть. Так, давайте сейчас сначала решим эту проблему. По поводу еды. Да, у нас прямо сейчас скоро умирать уже начнем. У нас всего лишь два куска мяса осталось. И последний вот этот вот куриный суп еще остался. Так, съедаем. И где-то жестяная банка сейчас должна появиться. Мы ее тоже разламываем. Все, поели, попили. Может быть, сейчас яйцо и перья. Перья, если что, потом выкинем. Поехали. По дороге я тогда буду собирать с гнезд яйца. Чтобы сделать себе мясо с беконом. И нас тут опять птица кошмарит. Где она там у нас? Готово. Поехали, друзья, дальше. Жалко, что с этих птиц нельзя собирать мясо. Иначе бы я сейчас уже давно бы озолотился. Ух ты, там автомобили. Причем очень крутые. Еще и тележка полная товаров. Давайте мы задержимся здесь на какое-то время. Я так думаю, что через этот мост можно будет проехать, если мы сделаем здесь блоки. Поставим. И тогда мы можем перебираться на другую сторону. А пока я разберу вот этот вот седан синий. Так, давайте приготовим несколько форм каркасов. Вроде бы у меня получается сделать вот такой вот небольшой мостик. Правда, очень я боюсь, что мы рухнем. И я все-таки упал, друзья. И похоже, я умер. Да, повезло нам. Отличное начало ночи. Теперь нам нужно будет как-то вернуться в этот каньон. А у меня ближайший лежак находится там на базе. Но как-то без особых проблем. Я добрался до места. Правда, мне пришлось бежать почти всю ночь. Смотрите, сейчас 6 часов утра. Самое главное, что у нас не скинулось это задание. И мы можем отправиться дальше. Так, я вижу, что там забоет. Начинает бежать в нашу сторону. Давайте проедем. Смотри-ка, он даже тут нас задел. Надеюсь, что здесь среди каньона есть хоть какой-нибудь выход. Мне кажется, там была сумка. И собака за нами побежали. Не хочется с ней связываться. Потому что, может быть, эта собака не последняя. Теперь нам нужно будет как-то выбраться наверх. Так, и нам сейчас нужно будет как-то выбраться из этого каньона. Я уже пробежал в одну сторону. Здесь, к сожалению, выхода просто нет. А то птица к нам пристала. Где она у нас? Ниже ее. Так, куда она надевалась? Готово. От птицы отбились. Поехали дальше. И смотрите, эта птица меня все-таки заразила. Своими заразами. Где же нам тут выбраться-то, друзья? Ну, мне кажется, вот эту вот сторону. Тут уже высота поменьше. Подождем, когда будет 5%. Тогда отсюда и выберемся. А смотрите, там текстура заканчивается. И начинаются какие-то обозначения. Название местности. Национальный лес. Что ж, давайте попробуем. Сходим туда. Вполне возможно, здесь можно будет как-то выбраться наверх. Хотя я очень сомневаюсь. Запертое. Ух ты, там тихо, зомби. Лучше взять, наверное, автомат. И наверх мы, наверное, точно не выберемся. Это вообще похоже на замок какой-то. Между прочим, здесь обороняться от зомбоидов, мне кажется, не такая уж и плохая идея была бы. Ну ладно, поехали на велике. Будем искать еще где-нибудь место, где мы можем отсюда уехать. Поехали, друзья. Опять орел летит. Давайте мы его сейчас прибьем. Да иди ты отсюда. Все, готово. И в велосипед мы попали. Кролик бегает. Да, смотрите, с этой стороны мы тоже, к сожалению, не сможем выбраться. О, смотрите, лестница наверх. Я слышу, где-то куча зомбоидов идет. Ох вы, откуда вы? Так, давайте бежим. Это шахтеры, друзья. Давайте мы тогда отсюда все забираем побыстрее. И постараемся от них отбиваться. Вот это было весьма не к месту. Давай еще вот сюда. Игра начинает почему-то очень сильно тормозить. Все, отбились мы на этот раз. Там еще один шахтер застрял. Ладно, отстрелялись, друзья. Готово. Ну, пойдемте теперь залазить наверх. А все, лестница заканчивается. И здесь лишь только проход сквозь пещеру. Вам жарко и у вас заражение. Ну что ж, давайте здесь тогда полутаем. Посмотрим, что будет интересного. И может быть найдем дорогу наверх. Так, здесь куча зомбаков. Причем все они немаленькие. Готово. Все, перебили. Нам главное, чтобы была лестница наверх. И смотрите, сейф оружейный. Давай попробуем его открыть. Остается одна секунда и готово. Не тронутый оружейный сейф у нас в кармане. А мы ничего взять не можем. Смотрите, охотничье ружье. Ну что мы вот так вот можем выкинуть? Смотрите, железные наконечники. Раз. Дальше. Кожа два. И патроны. Еда у нас стыкленный чизкейк. С едой у нас все очень плохо. Давайте пока что съедим. У нас еще вот еда. И вот еда. Это я бы взял с собой на всякий случай. Кожаные пончи. Ну смотрите, что здесь может быть дорогое. 220. Охотничье ружье. Его мы, конечно же, забираем. Часть остальной кувалды. 42 и 61. Давай еще вот эту вот возьмем. А эту взять уже больше некуда. Ну, к сожалению, там выхода наверх нету. Значит, нам придется идти теперь вот по этому проходу. Это лифт. И заберемся наверх и выберемся, наверное. Вот там тоже, похоже, еще лифт. Вылез я куда-то наверх. И там уже страшные, ужасные звуки. Давай хотя бы парочку подберем. Ну что ж, пойдем. Я все выше и выше нахожусь где-то к выходу. Это что такое? Вода. И там куча зомбаков пытаются сломать воду. Не будем тогда с ними связываться. Попытаемся все-таки выйти наружу. И, похоже, мы все-таки вылезли наружу. Но не туда, куда хотели. Сколько там еще до высоты? До высоты еще очень и очень много. Ну что ж, друзья. Давайте сейчас попробуем все-таки сделать себе вот так вот блоки. Итак, друзья, я почти вылез снаружи. Вот сейчас самое главное вот здесь вот не умереть. Все. Мы теперь наконец-то на свободе. И можно будет продолжать выполнять задания на велосипеде. Один километр. Встретимся уже точно на точке, если опять ничего не произойдет. Несколько часов я потерял, чтобы выбраться из этой канавы. Смотрите, у нас 4,5% уже заражения. Значит, нужно будет выпить сейчас вот банку меда использовать. Заодно освободим ячейку. Ну и вылечимся от всего этого. Погнали, друзья. Ну и наконец-то я добрался до места. Давайте все здесь сейчас по-быстрому выполним. Смотрите, очистить область внутри. Пойдем, наверное, с автоматом. Заодно сделаем себе перевязку. Никого нету? Никого. Ну что ж, давайте все сейчас облутывать. Пойдемте внутрь. Верить за собой закрываем. Аккуратно. Я где-то еще вижу. Ползом. Так, у нас ссадины. Тихо. Все, двоих убили. Зачистить область внутри. Главное сейчас опять не заразиться лишний раз. О, смотрите, здесь у нас сейф настенный. Правда, нам некуда будет класть уже, если мы что-то найдем. И последняя секунда. Готово. Ну, что здесь мы можем взять? Патроны. Деньги. Вместо бумаги. И вот эта вот штука стоит 113. Наверняка она будет лучше, чем какая-нибудь стальная цепь. 262, 221. Слушайте, нам тут реально нужно все, кроме, например, вот этого машинного масла. Так, смотрите, здесь они почти проломились, а я нашел шкафчик. Пусто-пусто, ничего больше нету. Давайте попробуем выйти с обратной стороны и просто-напросто их всех пристрелить. И где-то вот тут вот должны скопиться большой толпой. И где-то дружеволоску тоже. Так кто, где? Ах ты. Так, клоун. Минус. Ага, сзади никого нету. Так, спокойно. Спокойно. Готово. Еще один. Давайте мы его, наверное, добьем копьем, чтобы не тратить патроны. И так я уже сильно истратился. Три красные точки, которые должны будут сейчас прямо перед нами появиться. Так, спокойно. 400. Давайте сделаем еще шаг. Тетушка. Два. И кто-то еще где-то должен быть. Так, давайте мы ее все-таки добьем. Ух ты, у нас выносливость уже. Большие проблемы. Ну, последний удар остался. Готово, она сама сгорела. Маленькие вещи. Так, патроны кофе. Выпиваем. Часть остального инструмента было бы очень неплохо. И патроны для дробовика. А мы их взять не можем, к сожалению. Ладно, пошли дальше. Вперед. Так, вы заражены. Примите антибиотики. А у меня, кажется, больше нет антибиотиков. К сожалению. Так что придется сейчас покупать их у торговца. Ладно, чем быстрее мы выполним это задание, тем быстрее мы примем антибиотики. Пойдемте, друзья. Так, где-то вот здесь. Вон, вижу. Сломанный верстак. Части бензоинструмента. Было бы неплохо. Так, давайте откроем вот эту вот дверь. И постараемся сейчас ему точно в голову и в коленку. Так, смотрите, друзья. Время 19.20. То есть, если мы сейчас по-быстрому вернемся к торговцу. Вот сюда вот один километр. Мы успеем сдать это задание. И так как у нас это было уже, если я правильно посчитал, пятое по счету задание, то мы должны будем получить координацию следующего торговца. Ну, вставься велосипед. Поехали, друзья. Встретимся уже, естественно, у торговца. Успел я вернуться к торговцу до 21.50. Забираем. Дверь на всякий случай закроем. Там за мной две собаки бежали. Два шакала. Нам нужно будет сейчас лекарство купить. Здорово, торговец Боб. Что ты мне дашь? Коктейль молотого, схема оглушающего жезла, модификацию утяжелителя, модификация налобной фонарь. Все это абсолютно бесполезная хрень. Ну, давайте тогда вот эту вот схему оглушающего жезла. Что мы пока можем выкинуть? Вот это выкидываем. Все готово. Можно ли будет увидеть твой инвентарь? Давай продаем ему стальную цепь. Дальше канистра с бензином. Вот этот вот пылающий пруд тоже продаем. У нас потому что уже есть такие. Это нам самим пригодится. Топорик я себе поменял третий уровень на шестой. Нашел там в пустыне, пока ехал. Вода нужна. Охотничье ружье. Ну, не хочется его уже ремонтировать. Давайте мы его лучше просто продадим. Схема оглушающего жезла. 168 тоже на сдачу. Так, дробовик я себе на всякий случай оставлю. Он меня выручил, когда я вот бежал ночью после смерти. После того, как разбился. И вот эти вот купюры, все 433 тоже продаем. Еще я нашел там аккумулятор шестого уровня. Думаю, что он тоже нам пригодится. Все, друзья. Так, автомобильный аккумулятор. А мы тут где-то выкидывали свои вещи. А он все собака забрал себе. Ну что ж, видимо нам сейчас придется взять какое-то последнее задание. Смотрите, закопанные припасы. Нет, это очень долго. Очистить от зомби 800-500 метров. Закопанные, закопанные принести. Мы сейчас как раз посреди ночи полтора километра поедем в одну сторону. И полтора километра поедем в другую сторону. И как раз вся ночь у нас и пройдет за этим интересным делом. Кстати, давайте посмотрим. Может быть у него есть все-таки какие-никакие антибиотики. Пакет крови, бинтоказание первой помощи. Нам сейчас нужно будет найти столбики с медом. Пеньки. И тогда мы вылечим свои полтора процента заражения. Ну что ж, друзья. Серия у нас получилась сегодня очень насыщенная. Поэтому не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. Поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. А с вами был Никодим. Я за кадром сбегаю и выполню это задание. И тогда уже в следующей серии мы вернемся к торговцу Бобу. И узнаем координаты следующего торговца. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok